Здарова щеглы! Вы когда-нибудь видели автомобильную светотехнику последнего поколения? Большинство покупателей из России заявляют, что фары можно оставлять включенными даже при выключенном двигателе. Потом спустя некоторое время вернуться к машине и без проблем завести её. Я искренне вам рекомендую налетать на лампочки, пока ещё наши китайские партнёры не зажрались. Ссылка на этот магазин находится в описании. В этом видео я хочу вам показать 7 автомобилей ВАЗ последних лет, которые так и не попали на конвейер. Все мы знаем современные автомобили производства автоваза. Обычно это небольшие машины, которые представляют водителю умеренный уровень комфорта и не самый современный дизайн. Тем более обидно, что за последние годы разработано немало новинок, которые так и не попали в серийное производство. ВАЗ 2151 К началу 2000-х годов стало очевидно, что дизайн ВАЗовских Жигулей окончательно устарел. В этот момент и появился ВАЗ 2151, также известный как Lada Classic. Этот концептуальный универсал 2002 года был духовным преемником модели ВАЗ 2104. Машина представляет собой старое шасси, на которое установили инжекторный двигатель объемом 1,7 литра, новую пятиступенчатую КПП, подвеску МАК Ферсон и электроусилитель руля. Несмотря на удачный дизайн, машина не пошла в серию, так как инвесторы не заинтересовались бюджетным автомобилем с конкуренцией родом из 70-х годов. ВАЗ 2107М В 2000-е годы устаревшие классики было очевидно, и на заводе разработали очередной проект ее рестайлинга. В 2007 году дизайнеры Автоваза представили ВАЗ 2107М. Автомобиль был все тем же Жигулем, но с новым передком и задней частью. Lada Silhouette В середине 2000-х годов Автоваз начал сотрудничество с канадской компанией Magna International, целью которого стала разработка модели среднего класса и постройка в Тольятти линии для ее сборки. В проект С было вложено немало денег, и как результат увидело свет несколько интересных моделей. Одна из них – седан Silhouette. Переднеприводный автомобиль получил новый двухлитровый двигатель и привлекательную внешность. Работы над самым большим седаном ВАЗ продолжились до 2014 года. Построено множество экспериментальных образцов, но проект был закрыт. Lada C В 2007 году широкой публике был представлен спортивный хэтчбэк Lada C Concept с оригинальным дизайном. Машина получила двухлитровый двигатель и могла разгоняться до 210 км в час. В серию автомобиль так и не попал. Lada C Cross В рамках проекта C создан компактный кроссовер C Cross. Машина идеально подходит для езды по городу и даже может преодолевать бездорожье. Этому способствует большой дорожный просвет, малые свесы кузова и 18-дюймовые колеса. Автомобиль представили на московском международном автосалоне ММАЦ 2008. Но в серию он не вошел. Не пошел. Не вошел. Не пошел. Лада Калина 4х4 Concept На московском автошоу ММАЦ 2008 также был представлен концепт-кар Lada Kалина 4х4. Этот компактный кроссовер спроектировал студент московской строгановки Владимир Филитов в рамках дизайнерского конкурса. Третий курсник был удивлен, когда узнал, что он победил в конкурсе. Тем более неожиданной была новость, что по его рисункам на ВАЗе собрали полномасштабный автомобиль. Это ж сколько надо было выкурить ганджубаса, чтобы нарисовать такую хрень. Lada Revolution 3 В 2003 году АвтоВАЗ представил спортивный родстер Lada Revolution, который стал популярным среди гонщиков и принимал участие в соревнованиях. Машина модернизировалась и в 2009 году был представлен концепт-кар Lada Revolution 3. Машина получила двухлитровый двигатель Renault мощностью 245 лошадиных сил. Не, ну своего двигателя нельзя что ли сделать, ебаный карась. Автомобиль даже прошел ходовые испытания на трассе в Нюрн... В Нюрбургенге. Хуй знает, блядь. Короче, в Германии. Но в серию так и не попал. А жаль, машинка красивая вроде, ничего так. Уважаемые щеглы, на этом наш видосик заканчивается. А если вам как-то каким-то боком не понравилось произношение или моя зачитка, вы можете поставить этому видео 3532 дизлайка, а также отложить немножечко в комментариях. Всем пока. Ссылка на этот магазин находится в описании. Спасибо. 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 Спасибо.